В заповеднике Лойсаба в Кении выпускают на волю редких чёрных носорогов. Всего сюда привезли 21 гигантское травоядное. Этот процесс занял три недели. Животных отлавливали в Национальном парке Найроби, а также в заповедниках Олпеджета и Лева. Потом перевозили в Лойсабу. На дорогу уходило по два дня. Сейчас носороги осваиваются на территории площадью 230 квадратных километров. «Во время всего процесса переселения работала команда наблюдения. Она продолжает работать и сейчас, чтобы отслеживать перемещение носорогов и знать, как они обустраиваются. Некоторые уже обосновались на выбранной территории». В прошлом веке в Кении жили 20 тысяч чёрных носорогов. В 80-х годах осталось только 300. Главная угроза для животных – браконьеры. Рога носорогов на чёрном рынке в Азии – стоит баснословных денег. Поэтому в Африке процветает нелегальная охота. «Прошли десятилетия с тех пор, как здесь ходили носороги. Примерно 50 лет назад их чуть не уничтожили браконьеры. Теперь мы хотим омолодить ландшафт и дать носорогам возможность размножаться, чтобы их популяция увеличилась». Сейчас в Кении насчитывают чуть более тысячи чёрных носорогов. В некоторых заповедниках уже не хватает для них места, поэтому животные размножаются хуже. «Как только территория максимально заполняется, скорость размножения снижается. Поэтому мы переселили некоторых носорогов и теперь ждём, что популяция в освободившихся местах увеличится». Когда в заповеднике Лайсаба носорогов тоже станет много, примерно 20 животных переселят в новые районы. В Кении надеются, что к 2037 году редких травоядных будет уже две тысячи.